Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, как называется ваше фермерское хозяйство, какое у вас по голове птиц, сколько вы выращиваете в течение года? Это индивидуальный предприниматель ИП Познякова. Сколько в год мы выращиваем? Ну вот, знаете, я не могу сказать, что это стабильная цифра, но вот у нас два корпуса по 16 тысяч, но и при хорошем развитии событий мы каждые два месяца эту птицу продаем. Ну, то есть мы можем в каждый корпус пять раз посадить по 16 тысяч. Ну, это при таком благоприятном развитии событий, но рынок не всегда стабилен, поэтому иногда мы закрываемся по какой-то причине, ну, допустим, низкой рентабельности, ну, когда что-то получается, открываемся. Какая птица у вас? Кого выращивает? Ну, мы вообще выращиваем, это у нас коп, бройлер, конечно, да, бройлер, и вот чаще наши клиенты предпочитают коп 500, ну, пытаемся, если получается, вот именно этот кросс. Это постоянно или еще какие-то кроссы? Нет, ну, иногда там, да, там иногда попадает там роз, но чаще всего я могу сказать, что это так, как исключение, а вообще коп 500, да, берем. Что это за птица? Она неприхотливая или наоборот очень нежная? Ой, нет, конечно, это же очень нежная птица. Это птица, ну, вообще, знаете, наверное, даже не о птице нужно говорить. Птицеводство – это такой очень рискованный бизнес, и поэтому здесь технология, наверное, технология, ветеринарные требования – это безусловно, и соблюдение – это очень серьезное. То есть это нежное, мягко, вот мы назвали почему-то нежное, вот, а это даже, наверное, серьезнее. То есть программы вакцинации, программы профилактики болезней, ветеринарные требования санация, то есть все эти требования – это настолько серьезные. Неверный шаг, и, в общем-то, подняться сложно. Вы берете суточных цепей, правильно? Правильно, да, 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 суточные. Почему выбор такой в после суточных цыплят? Ведь говорят, что дешевле покупать инкубационное яйцо и самое новое инкубировать. Ой, ну, вы знаете, сейчас тоже, ну, во-первых, там не только инкубировать – это один процесс, но этот цыпленок мы его берем уже с четырьмя вакцинами, вот, это серьезно. То есть и сами вакцины, нужны серьезные специалисты, которые делают эту вакцину. И качество этих вакцин должно быть совершенно проверено. Поэтому, когда берешь на птицефабрике, то есть специализированном предприятии, которое занимается этим серьезно, там, где ветеринары, специалисты, и я могу сказать, что, ну, вот мы сейчас уже по прошествии лет можем сказать, что вот наш успех – это зависит, в основном, 90% – это качество цыпленка, качество вакцинации изначально. Ну, и там уже дальше, как мы работаем, то есть сами. Вы приезжаете на инкубатор, бераете цыпленку? Нет, у нас, мы уже давно работаем, у нас партнеры, то есть мы звоним, заказываем цыпленка, оплачиваем, нам привозят уже специализированная машина, еще один такой же момент, то есть следим за тем, чтобы температура и доставка была правильная. Вот, ну, и дальше уже все зависит от нас. Сами вы не пробовали? Нет, не пробовали, и, в общем-то, я говорю, что, вероятно, этим нужно заниматься в серьезных объемах. Я же говорю, что у нас птицефабрика, я не могу сказать, что она большая, скорее всего, так, небольшая птицефабрика, и позволит себе держать штат специалистов, ну, это же еще, представьте себе, каждого цыпленка колоть, это профессионально нужно колоть каждую ножичку и знать, как, то есть это должна быть набита рука, это должны уже рабочие быть, которые, то есть, много лет, то есть, работают на этом, и там будут и ошибки, и падения, то есть, это нужно нарабатывать годы, риски. Итак, вы берете удачного цыпленка, выращиваете его сколько дней? Ну, я могу сказать, что наши клиенты, люди тоже уже понимающие, когда они звонят, они, вот, один из первых вопросов задают, сколько дней цыпленку, можно, в принципе, уже продавать где-то на 36-35 день, да, но именно вкусовые качества хорошие у цыпленка, это где-то за 40 дней уже кожа подтягивается, он не рыхлый, плотный такой, ну, само мясо качество плотное, желатинчик в полном объеме, то есть, и вкусовые качества, и товарные качества птицы хорошие, когда она за 40 дней, то есть, где-то с 40 дней, 40-42 дня мы начинаем торговать, и до 50 дней торгуем, птица уже как раз вот та, которая клиенту нужна. На старте мы, безусловно, покупаем хорошие корма, сейчас мы вот сработались, есть такая фирма Пурина, ну, по крайней мере, лет 10 мы уже с ними работаем, вот, стабильные такие партнеры, и они понимают, что мы не уходим из этого бизнеса и серьезно с ними работаем, то есть, они иногда идут навстречу, может, по какой-то ценовой политике, то есть, делают нам уступки, вот, и поэтому, ну, вот, да, мы корма делаем, и мы изначально берем корма готовые, то есть, на старте это все серьезно, там, рацион должен быть серьезным, а вот на финише мы иногда позволяем себе, ну, не то чтобы вольности, но идти в угоду нашему клиенту, потому что, ну, не знаю, каким это образом, то есть, химия с биологией где-то связывается, но вот, допустим, цыпленок выращенный на кукурузе, как ни странно, не знаю, вот я не могу это объяснить, но он имеет и другой цвет, и другой аромат, и другую структуру мяса, то есть, такое более волокнистое вкусное мясо, но я могу сказать по всем показателям, поэтому на финише нам приходится увеличивать кукурузы много, вот, во-первых, чтобы, да, товарный вид, чтобы желтый цыпленок был, ну, и потом вкусовые качества, но мы проигрываем, мы немножечко проигрываем по рентабельности, то есть, если бы мы кормили готовым кормом или до конца, или, допустим, вводили больше таких высокобелковых кормов, то есть, ячмия, пшеницы, то, наверное, мы выгоняли бы птицу побыстрее. Вы говорите, на старте берете готовые корма. Вы только готовые корма, или что-то еще добавляете? Ну, нет, только готовые корма, они уже сбалансированы, там ничего не нужно добавлять. То есть, сколько дней вы кормите? Ну, у нас где-то 12-13 день мы на рост уже переходим, а там мы уже комбинируем. Потом как корма? На росте мы комбинируем до 30 дней свои корма и готовые, то есть, там, какую-то часть своих кормов, другую часть комбинированных, то есть, купленных. Ну, а потом на финише, как правило, уже свои корма. Вы кормикорм готовите? Да, конечно. Вы ее замечаете? Да, перебиваем кукурузу, пшеница, соя. Ну, и из корма у нас же поля еще есть, да, и в основном мы оставляем кукурузу. Кукуруза наша, и все остальное покупаем. А собственные поля на сколько вы смогли обеспечить? Ну, если по зерновой части, мы на 100% обеспечены кормом. Кукуруза, пшеница, это все наше. Сою мы и покупаем, да. Не выращивать здесь? Нет, почему? Можно выращивать. Есть варианты, белковую часть, там, допустим, мясо костной мукой, рыбной мукой. Но, опять же, наш клиент имеет неплохое обоняние. Не знаю, опять же, как это связано. Ну, да, вот они просто вот говорят, что сразу вот, то есть, наша птица пахнет курицей, а там, да, уже другие какие-то примешиваются. То есть, можно неплохо уйти, улучшить рентабельность, если, допустим, добавить рыбную, мясо костную муку. Я знаю, что сейчас, ну, в связи с тем, что на самом деле, на самом деле каждый старается оптимизировать, да, то есть, заработать больше, вот, или хотя бы что-то заработать, потому что время сложное. Вот, поэтому ищут вот такие вот пути, которые удешевляют продукцию. Ну, пока мы еще не переходили. Все время говорим с мужем, но клиентов потерять боимся, и доверие клиентов. Корпуса у вас, это бывшая птицефабрика, или? Да, это бывшая птицефабрика колхозная, оборудованием, понятно, что покупали свое, кое-какую реконструкцию делали. И, знаете, с одной стороны, конечно, она-то, безусловно, старая, сейчас вот делают быстро возводимые, хорошие, современные, но, с другой стороны, мы, как бы, и очень благодарны. Во-первых, сами корпуса расположены там же, ведь строительство предполагает определенные требования к птицефабрике, то есть расстояние между корпусами, все здесь, безусловно, выдержано с этими самыми строгими, еще советскими ветеринарными требованиями. Вот, уплотняться, были такие мысли, уплотняться, но это, значит, идти в ущерб вот этим ветеринарным требованиям. То есть здесь корпуса построены старенькие, но они построены оптимально, расстояние выдержано, потому что, можете себе представить, работают вентиляторы мощные, до сестра среднего корпуса обязательно, то есть тут должно все быть предусмотрено обязательно. А вот процент гибели в оголовье низкий, как вы оцените? Нет, мы это отслеживаем, это очень важно. Ну вот, допустим, сегодня я прихожу, я спрашиваю 3 цыпленка, допустим, вчера 3 цыпленка, я прекрасно понимаю, что это неплохой показатель. Я вижу, во-первых, там даже, собственно, не процент гибели, вот, еще там иногда выбраковка, то есть мы должны там выбить слабую больную птицу. Вот, а здесь я вижу, ну вот если там посмотреть, вы увидите, что ножички ровненькие, ну, он не вызывает беспокойства, этот цыпленок. То есть он идет стабильный, ровный, вакцинация вся вовремя сделана, я могу спать спокойно. Хотя вот, когда произносишь слово вакцинация, это сердце каждого птицевода бьется тревожно. Потому что, то есть, ну, наверное, это 100%, в нынешнем развитии событий, это 100%, что ты продашь птицу, что у тебя будет все спокойно, и все будет хорошо. Но вы вакцинируете сами? Мы получаем птицу уже с четырьмя вакцинами, это очень важно. А затем? А затем, ну, там, да, может быть, ревакцинация, тоже, опять же, в сроке, и хорошие, качественные вакцины. Вы это сами делаете или не выглашаете? Ну, дело в том, что там уже последующая вакцинация мы делаем выпайкой, то есть выпаиванием, это несложно. То есть единственное, соблюдать там некоторые требования, а это неважно так, как в первые дни. Вы реализуете птицу в живом виде? Да, исключительно в живом. Это сложнее или проще? Ну, знаете, мы как бы наработали уже, мы же работаем почти 16 лет, да, мы наработали, ну, клиентов, а потом сейчас все больше и больше населения. То есть, хотя это сложно, я понимаю, может, кажется даже диким в наше время, когда женщина хочет вот получить тебе на блюдечке уже разделанную курочку, но многие стали понимать, что я покупаю, я вижу, что я покупаю, пусть я там провожусь лишнее время, но многие женщины говорят, вот оно, я не боюсь кормить своего внука, да, сколько она там лежала, я знаю, что она еще теплая была там несколько часов назад. То есть многие, кстати, сейчас многие люди действительно озабочены вот большим количеством некачественной еды, ну, и по стоимости, она все-таки для них вот или купить, зарезать, она подешевле, конечно, чем купить на рынке, допустим, то есть некоторая экономия. Сколько большинку партии вы продаете? Вы знаете, я даже людям говорю, они спрашивают там, одну курицу можно? Ну, я понимаю, ну, одну курицу, ладно, мне может быть немножечко и невыгодно, да, там, бежать сюда, но с другой стороны, я понимаю, что человек ее съест, и потом будет кричать, ребят, я такое вот сегодня ел, да, вы не представляете, я ее жарю, она пахнет курицей. Вот, поэтому я не отказываю никаким клиентам. Одна курица, пять куриц, там, двадцать куриц. А так, чтобы партиями? И партиями, да, и там, 200-300 голов, и тысячу голов. Вот у нас там хорошие такие, нарисовались прекрасные клиенты, которые вдруг оценили нашу курицу, и проезжая там другие районы Краснодарского края, едут к нам, вот, из Тамбова даже. То есть, когда подъезжают наши клиенты, говорят, как, не может быть, что за номера такие. Ну, то есть, Тамбовы едут, Липецк едут, да. Это конечные потребители? Или... Вы знаете, я вот такой человек щепетельный, я обычно боюсь спрашивать, ну, вам ветеринарочка нужна? Да, это самое. На какую, допустим, оформляем? А бьете ли вы сами? Потом доращиваете, продаете? Ну, во-первых, я понимаю, что это иногда и коммерческая тайна, да? Иногда, ну, лезть люди подумают, хочет ли она составить нам какую-то там конкуренцию. Поэтому я понимаю, что там мне могут просто слукавить, не ответить. Могут и честно ответить, но, с другой стороны, могут подумать, что я слишком много хочу знать. То есть, у меня... Я вам выписала ветеринарку, вам птица поставляется хорошая, здоровая, и, ну, как бы стараюсь не задавать лишних вопросов. Ну, а кто основной покупатель? Все-таки у вас есть представление? Вы знаете, вот растет рынок, вот сейчас мне нравится, растет рынок вот небольших клиентов, хотя они мне достаются дорого, ну, то есть, лишнего времени много. Они общительные, то есть, с ними нужно обязательно поговорить. Продаешь три курицы, там разговариваешь 15 минут, да? Вот. Это вот оптовые покупатели, конкретно, какая птица, какой коп, сколько дней, свет там, чем кормила, все. Они приехали, я загрузила, они уехали, я их больше не вижу. Этот покупатель, он более такой щепетильный, более вредный, вот. Но я сейчас пытаюсь вот этот рынок осваивать и нисколько не брезгую тем, что там потратить свое время и непонятно там продать одну курицу. То есть, а где-то процентов, ну, может, 30-40, уже у меня, слава богу, ну, по-разному, всегда бывает по-разному. Иногда налетают оптовики, забирают все, я не успеваю просто даже сообщить этим мелкооптовым. Ну, а иногда, вот, действительно, они неплохо вручают. А близость речи к Северному Кавказу сказывается в своих традициях, в своих традициях, в своих традициях, в своих традициях, в своих традициях. Да, да, да. Вы знаете, я вот знаю, что некоторые товарищи приезжают, они такие очень колоритные, я их вижу, то есть, я даже знаю, для чего они эту птицу покупают, я знаю, по каким традициям они ее забивают. Да, это вот для них важно. Очень люблю этих клиентов, кстати, они такие вот серьезные. Во-первых, дисциплинированные, если обещают, то приезжают. Ну, и, да, я понимаю, для чего они это делают. И как-то порядочность в отношениях какая-то присутствует. Да, люблю я этих клиентов, они тоже у нас есть. То есть, которые вот на традиционный забой, присущий вот мусульманам, да, берут такую птицу, именно живую птицу. Наталья Александровна, ну, 16 лет вы занимаетесь птицей, и, видимо, благодаря тому, что это дело не бросили, можно говорить, что все-таки этот бизнес рентабельный и приносит доход. Ну, знаете, он очень нестабильный. На самом деле, иногда вот, я не могу связать это с какими-то факторами. Возможно, заходят на рынок какие-то крупные игроки, потом они уходят. Рынок, на самом деле, рехорадит. Иногда работаем просто в убыток, вот, но все равно работаем, потому что нужно работать. Вот, иногда, да, получается, что что-то зарабатываем. Но в этом плане не у всех, не все готовы рисковать именно по этой причине, потому что он нестабилен. То есть, можно очень много потерять. Ну, и потом, да, по многим еще другим причинам большие риски. За последние месяцы цена выросла очень сильно. Вы говорили, 75 рублей продавали птицу. Когда это было? Ну, это вот буквально перед Новым годом. Ну, да, цена, да, я не знаю, но вот сейчас говорят, что доходит там до 130 рублей за килограмм. То есть, какие-то цифры совершенно нереальные называются. Вот, но на самом деле, вот это вот, она, я могу сказать, вот эти качели, они всегда, то есть, иногда она выше, иногда она падает ниже себестоимости. В прошлом году многие из нас закрылись, потому что она упала ниже вообще рентабельности, то есть, она там достигала 42 рублей при себестоимости 62 рубля. Ну, то есть, там ноги, на самом деле, пострадали. 2 рубля килограмм дали? Живой вес, да, такой, такая цена была, к сожалению. что это связано? Почему это красиво? Ну, вы знаете, вот у меня, мы тоже вот задаем этот вопрос себе, у меня такое ощущение или предположение, что есть, вероятно, какие-то игроки на этом рынке, которых вообще слово рентабельность не волнует. то есть, заходят с большими объемами, не просчитав возможности рынка, потому что он не безразмерный, вот, или понимая, что какими-то другими способами, ну, демпингуя, может быть, вытеснят других игроков и начнут работать рентабельно, вот, но это может продолжаться и не неделю, и не месяц, и не год, да, и потом уходят с рынка очень тяжело, с огромными потерями и с дырами такими, в бюджете каких-то банков. Ну, опять же, там, финансовая сторона, это мы можем только догадываться, да, но вот когда, вот я, например, всегда говорила, если кому-то государство помогает, значит, оно одновременно другой рукой кого-то топит. Если есть игроки, которых не волнует рентабельность, ну, они будут заходить на этот рынок, не переживая, что, ну, не со своими деньгами зашел, ничего не потерял. А на самом деле, да, когда вкладываешь свои деньги, это очень нестабильный и очень рискованный бизнес. Работаем, да. Если государство помогает одну миг другу, а вам государство помогало как-нибудь? Ой, наверное, знаете, вот в свое время я бы ответила очень честно на этот вопрос, а вот сейчас, наверное, вообще лучше, наверное, в некоторых случаях молчать. Вот, ну, ограничиваемся так красивой формулировкой, не помогало, слава богу. Вот, но, но, если бы еще не лишало, было бы еще вообще замечательнее. Государство нечестным образом у вас забрало 70 гектаров земли, которая существует... Да, я могу сказать, именно вот это предъявить именно государство, да, на самом деле, мы очень привязаны были к земле, мы фактически 14 лет отработали на земле, и это, наверное, это все равно, что выгнать вас с вашей квартиры, у которой у вас есть ключи, да, и которые вы считали свои. Ну, это даже больше, чем с квартиры, потому что, если говорить о приоритетах, вот, многие просто съеживаются, когда я говорю, что в моем понимании, вот, земля – это главный приоритет, потом там идет семья, дети, здоровье, жизнь человеческая, все что угодно, вот, а земля, да, это главный приоритет был, вот, в моем, в моей философии, или там, в моем понимании. Да, мы потеряли, очень тяжело потеряли землю, отработав честно и добросовестно, ничего не прося у государства, слава Богу, мы не просили никогда, вот, и потеряв эту землю, да, на самом деле, это был тяжелый момент жизни, который, в общем-то, не заводится, не простится. Скажите, вот, земля для животновода, для птицевода конкретно, это что, возможность обезопасить себя от рисков, когда, например, корма растет в цене, или это, ну, просто как дополнение, как возможность чуть-чуть повысить рентабельность передовых условий. Вы знаете, вот сразу правильно вопрос задаете, потому что, да, вот, на самом деле, иногда случается так, что зерно не востребовано, ну, вот я могу там назвать периоды, там, года, когда оно не востребовано, оно лежит до весны, мы понимаем, что либо продавать его ниже себестоимости, но вот в этом случае, мы заходим с этим своим зерном на птицефабрику, и мы понимаем, ну, вот и хорошо, вот эта вот разница, да, которую мы бы потеряли, но она как-то компенсируется птицефабрикой. И когда, конечно, дешевые корма, у нас неплохая рентабельность, мы работаем. Вот, ну, а с другой стороны, когда дорогие корма, мы можем спокойно сделать запас кормов, да, и тоже работать спокойно, зная, что у нас есть запас, что эта цена не поднимется, вдруг ниоткуда в неизвестный момент. То есть у нас более прогнозируемая ситуация, то есть у нас лежит зерно, при любых колебаниях рынка мы стабильно знаем, что мы будем работать. У вас сейчас в обработке около 200 гектаров, да? Да, да, да. Это и своя, и паевая земля. Да. Если сопоставить площадь этой земли и мощности вашей птицефабрики, вот этой земли достаточно или нужно больше? Нет, Ну вот если говорить о зерновой части, этого вполне достаточно, да, чтобы работать на нашей птицефабрике. Белковая часть, то есть сою, шроты некоторые мы покупаем. Вот, а зерновая часть мы обеспечены, да. Как вы еще раз, сою, шроты почему не покупаете? Ну, в общем-то, вот сейчас, конечно, может быть, мы и жалеем, да, соя очень дорогая. В прошлом году сою совершенно нерентабельно было выращивать. То есть она была дешевая, мы долго не могли ее продать. Мы выращивали сою. Вот, поэтому там с соей тоже как бы есть свои моменты и риски, где можно там найти и потерять. Ну, стабильно мы зерновые выращиваем. Мы знаем, что нам всегда эта часть зерновая нужна. А шроты только соевые или подсолнечные зерновые? И подсолнечные соевые зерновые шроты. Выращиваем? Да, выращиваем. Ну, то есть какую-то часть подсолнечного мы, да, замещаем. Сейчас вы испытываете проблемы с закупкой, например, птенцов или инкуляционные яйца? Вас опосредованно касаются? Ну, дело в том, что, судя по комментариям своих коллег, сейчас вот возникает серьезная проблема с поставками цыпленка. То есть его не хватает, он дрожает серьезными такими темпами. Ну, и не знаю, опять же, нам, может быть, везет, но у нас цыпленок хороший. Но многие стали жаловаться и на качество цыпленка. То есть неоднородность там, какие-то вопросы по инкубации возникают. Вы 16 лет с одним и тем же инкубатором работаете? Ну, тогда еще были, да, и другие инкубаторы, такие серьезные, государственные какие-то были предприятия. Сейчас уже их нет. Мы где-то стабильно лет 10 работаем с одними поставщиками. Сейчас вы на пути к распродаже цыплят, потому что они достигли почти необходимого места. Какой вес у них будет? Ну, мы предполагаем, где-то от 2 800 до 3 200. Это вот тот вес, который востребован, который просят наши клиенты. Не будете по цене 120 лет? Ну, мы надеемся. Дело в том, что я даже себе боюсь сказать, цена радует, но я же говорю, что может случиться, вот буквально завтра вдруг перестают мне звонить клиенты, открывается какое-то серьезное такое мегапредприятие, выходит на рынок с приогромными объемами. Такие моменты бывают. То есть, тут страшно и боишься говорить. Ну, надеюсь, что, может быть, какое-то время продержится цена, может, что-то заработаем. Сейчас вы себя чувствуете уверенно? То есть, вот эту партию продаем и закупаем цыплят? Вы знаете, мы уверены себя в каком плане чувствуем. У нас есть некоторый запас корма. Поэтому мы можем заказывать цыпленка и можем работать. А в остальном, я же говорю, что вот эта обстановка по эпидемиям, она такая очень сложная. То есть, в любой момент где-то что-то происходит, закрываются территории, районы. То есть, сложности возникают с реализацией, а там и цена сразу, клиенты понимают, что мы несколько в таком положении находимся. То есть, это все может происходить просто вот волной, волной. Супаемостью. Все-таки бролеры растут относительно недолго, если сравнивать с ними птицами. Компенсируют эти риски? Ой, вы знаете, я же говорю, что вам птицеводы могут так вот тихонечко рассказать, как они, допустим, по 4-5 месяцев, но суммы жуткие выбрасывали. То есть, когда приходят клиенты, ты ему на курице даришь 40-50 рублей от работов, вложив свои деньги, получаешь там значительно меньше. То есть, это очень, то есть, бьет, ну, даже просто по самооценке. Ты понимаешь, что ты просто работал, и ты не нужен. Вот это ощущение ненужности бывает. Вот окупаемости я вам не могу сказать. Как зайдешь на этот рынок, можно потерять все. Я знаю людей, которые, ну, ставили вот на все. Это, наверное, как казино. Честно говоря, настолько много схожего. То есть, можно потерять абсолютно все. Можно заработать. Если заходить и стабильно работать, это должен быть, ну, серьезный запас финансовый, то есть, мощная такая крепкая подспорья, то есть, деньги. Либо вот у нас, допустим, свои корма, да, то есть, ты как-то стабильно себя более-менее чувствуешь. Но заходить, у нас многие заходили, допустим, с кредитными деньгами. Это тяжелейшая ситуация, когда банку тебе нужно отдавать в любом случае, заработал ты или не заработал. Перекредитоваться, брать какие-то новые кредиты. То есть, ну, это очень шаткий, нестабильный бизнес. И опять же, я говорю, что заходят огромнейшие предприятия, которые не просчитывают абсолютно рынок. Заходят, ну, и потом у них еще гораздо большие риски. То есть, одно дело, у нас два корпуса, который, один корпус пустой, да, вот он у меня два месяца пустой. Нет, даже не два, он у меня четыре месяца пустой. Вот, другой полный. То есть, у меня нет вот этих рисков. Я покупаю цыпленка, да, этот цыпленок уже большой. Я везу цыпленка, и когда пересекаются там разновозрастные группы, там тоже свои, как бы, риски. А там огромные предприятия. Честно говоря, я не представляю, как ветеринары вообще могут держать такие вот огромные территории, огромные партии. Это невероятно. То есть, одна птица заболела, скорость там распространения этой болячки, и ты заходишь в корпус, у тебя реально за два дня птица может лежать буквально вот вся. То есть, у нас есть такие серьезные заболевания птиц. Вот, вопрос такой. Ну, я интересуюсь там различными рынками. После того, как у нас АЧС полотнуло, в 2008 году, да, впервые случилось, произошло такое разделение рынка. То есть, у народа вырезали, забрали, но не вырезали. Да, да, да. У народа сам вырезал, да. Стали ориентировать фермерские хозяйства на то, чтобы заводить какие-то альтернативные виды животных, там, кроликов, зверьков, пушных, все что угодно. Вот, и мы увидели, что сейчас, по сути, весь свиноводческий рынок принадлежит крупным холдингам. То есть, они забрали эту нишу. И они себе позволяют там снизить себестоимость, и, естественно, понизилась цена свинины. Ну, они уже сами жалуются, что, ну, ребята, мы по такой цене уже в минус работаем практически. Есть такой страх, что в рынок птицеводства тоже могут забрать крупные. Вот, как вы думаете, могут они забрать или нет? Или все равно фермеры более устойчивые? Вы знаете, ну, я могу сказать, что у нас риски значительные. Я уже сказала, что да, мы рискуем двумя корпусами. Но вот я вам могу сказать, что, допустим, у нас очень высокие ветеринарные риски. Я имею в виду заболевания птиц. Ну, вот там сравнивать с проховой бочкой, это на самом деле. Ну, что такое чума? Вот то, что вы называете гриппом, это классическая чума птицы. Ну, это значит, вот заходишь, и у тебя вся птица, и вчера еще бегающая, здоровенькая, свеженькая, и ты уже посчитал свою прибыль, да, ты заходишь в корпус, она у тебя просто вся лежит. То есть, и спасти там вообще нет гарантий, а самое главное, там ветеринарные требования, сжигается оборудование, заходят ветеринары, санитары, то есть, это все уничтожается. И мало того, что это все настолько затратно, что, ну, подняться предприятиям невозможно. Одно дело, если уходит с рынка маленькое предприятие, это незаметно, ну, почти незаметно. Другое дело, когда уходят мега крупные такие предприятия, это просто колотит рынок, и самое главное, выбивает просто всех из колеи. Я считаю, что это, ну, и неразумно, и рискованно, и вообще не нужно. Я не могу понять, зачем вот такие проекты. Ну, и потом, знаете, вот сейчас, может быть, скажу, это может быть интересно. Я как-то смотрела канал РБК, и там один крупный-крупный предприниматель учил всех остальных насмертных делать бизнес. И вот он говорил, бизнес – это когда берешь вот булочку, и потом наполняешь ее джемом, и вот джем был так вот красиво сказан, и уже новый товар. И вот тебе нужно побольше этого рынка захватить, чтобы продать свою булочку с джемом, то есть получить какой-то дополнительный товар. Но, вы знаете, вот чем больше тот или иной предприниматель занимает себе рынок, то есть захватывает рынок, тем больше этот джем похож, извините, на что-то другое. И он уже совсем не джем, а какая-то совершенно гадость. Поэтому монополизация рынка – это неизбежно. То есть к снижению качества и вообще игнорированию интересов потребителя. То есть если вы заходите, да, вот оно такая свинина, но эта свинина не дает возможности зайти на этот рынок другой свинине. И даже не потому, что там она дешевле. Я готова, допустим, зайти купить готовую дорогую свинину, но, наверное, там есть еще какие-то рычаги ресурсы, которые не пускают других производителей. Это на самом деле плохо. Вот отсутствие конкуренции, наверное, где-то когда-то все равно. Все равно всех нас погубит. Спасибо. Борисович, что вы спросите, что вы будете? Ваш бизнес связан с сезонностью в течение года? Вы знаете, очень многие боятся работать летом, потому что там риски велики, высокие температуры. Но сейчас как бы научились немного работать и приспособились. В оборудовании там есть некоторые такие наработки. Работаем летом, но не все работают летом. Летом тяжело работать. Тепловой стресс и где-то невнимательность персонала, что-то еще просто вот где-то отключились вентиляторы, что-то произошло. Ну, полчаса достаточно тоже, чтобы потерять свой бизнес. Ну, и вы на лето тоже в летние месяцы останавливаетесь? Не всегда. Наоборот, но зато там есть некоторые преимущества. Мы знаем, что летом работает на этом рынке мало предпринимателей. Вот, и там есть некоторые преимущества по цене и по спросу, да. Иногда, может быть, вот летом все, что там потеряли осенью или зимой, компенсируем. А вот вы сказали, если вентилятор отключается, вы как-то обезопасились? А, ну, безусловно, да, 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 обязательно. Да, вот вы же видите, да, эти моменты. Но там именно главное, чтобы, да, внимательно за этим смотреть и в любом случае. С крупными птицефабриками вам конкурировать не с руки. Вот в чем вот ниша фермерских птицефабриков? А, вот знаете, вы правильный, тоже хороший вопрос. Я понимаю, что там, ну, такая стандартная продукция, да, там все-таки первое, рынки ими освоены, они спокойны, то есть объемы они совершенно спокойно эти продают, у них своя капитальная стабильная ниша, вот. И сети им принадлежат. Да, 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 то есть у них как бы развитая сеть этих магазинов. У нас вот, да, на самом деле, но с другой стороны, допустим, мы нарабатываем, в любом случае мы нарабатываем своего потребителя. Я же говорю, что и самое интересное, он полюсный такой, знаете, это как вот козье молоко, его пьют или богачи, или бедняки, да, вот две такие. То есть те, потому что не могут себе позволить более дорогого, а эти, потому что это очень полезно. Вот, и вот наша продукция, она, да, вот, либо ее покупают уже на рынке разделанную те, кто может себе это позволить, не идти в магазин и покупать более дешевую, но менее качественную продукцию. Либо вот население, которое, да, оно вложит там некоторый труд, ощиплет эту курицу, получит свежий качественный продукт, ну и который немножечко дешевле даже обойдется, чем то, что мы покупаем в магазине. Да, вот такой полюсный немножечко у нас потребитель.